Что у нас с вами есть в тексте и чего в тексте не должно быть? Не должно быть обвинений, каких-то запугиваний, сериалов. Мы все умрем, у вас тоже кто-то может заболеть раком, или рядом с вашим домом устроен, у вас уже сжигает лица, а вот вам завтра будет плохо. Вы не должны сильно много использовать термины, особенно длинные, особенно на три строчки. Да, свою осведомленность показать надо. Тем, что вы водите, нужны эти налоги, чтобы обращаться по этой теме. Но в умеренных количествах, там, где надо расшифровывать аббревиатуры, не больше одного термина на абзац, ну, примерно один термин через один абзац, я бы так сказала, больше не надо. Если вам необходимо использовать цифры, то используем цифры не больше, чем в одном абзаце, я бы так сказала. Потому что цифры должны тоже иметь эмоциональный окрас, но если их очень много, то человек запутывается. Что именно вы хотели показать? То, что у вас много семей, которым надо помочь, или сколько стоит помощь одной семье, или сколько вам нужно всего денег, или сколько вам нужно денег конкретно в этом году, или конкретно в этом месяце, надо определиться и выбрать, какие цифры, может быть, сыграют лучше на вашу цель, и какие-то лишние цифры убрать. Чтобы были именно цифры яркие, понятные для донора, может быть, в идеале привязанные к тем пожертвованиям, которые он может сделать, тогда ваше письмо будет более успешным. Ну, вот повторяю всю свою презентацию, буду еще повторять, ставьте себя на место вашего донора, на место вашего читателя. Если вам читать интересно, удобно, если красивые картинки, опрятный шрифт, опрятное макетирование, то человек тоже будет читать приятно. Если там мама дорогая, вообще не пойми, с чего я начала, чем я продолжила, ну, тогда непонятно, а что вы из этого письма хотите, по большому счету. Структурированный текст, да, вычищаем предложение, перечитываем, убираем лишние слова, убираем длинные слова, убираем трафтокию, обязательно читаем слух, потому что даже красивые слова я хочу вас сегодня поблагодарить за ваши пожертвования, ну, читать сложно, честно вам скажу. Я хочу вам сказать большое спасибо. Пишем не очень заумным языком, но предполагаю, что читать вас будет про подросток. Я понимаю, что в моих словах есть некоторые противоречия, сначала говорю вам про это, а потом про подростка. Ну, я вам говорила про то, как письмо должно восприниматься на слух, уже в конце. Если по уровню вашей заумности, по уровню терминологии, по уровню именно восприятия глубинного. Не гонимся за длинными предложениями, не гонимся за большими умностями, стараемся сохранить свой стиль, тем не менее, после многих правок и сокращений стараемся сохранить свою эмоцию. Поэтому я очень люблю, когда мои письма смотрят три человека. Потому что сначала поправит моя коллега, потом поправит, может быть, наш директор по развитию, если она увидит мое письмо, и это же получится как письмо с Престопашем. Там, начинал писать один, продолжили три человека. Разные стили, разные шрифты. Плосло, напиши, и шерсть полезна. Еще есть такой прием, когда с вами говорили про цифры, это привести донорный пример пожертвования, что, например, на ваши 500 рублей мы можем для таких детей, для решения этой проблемы, сделать конкретно вот это. Что 1000 рублей, это, предположим, два занятия таких-то. А, предположим, 1500 рублей, это визит определенного специалиста к вашим многополучателям. Если это уместно, можно сделать так. Есть разные подходы к этому. Я считаю, что в этом нет ничего плохого, надо опять же пробовать. Потому что, со мной стороны, вы должны вызвать у человека эмоцию, который будет его кликнуть на кнопочку и там отдать денег. С другой стороны, мы можем сразу помочь человеку применять решение, сказать его, какие суммы мы от него ожидаем. Ну, по-хорошему, конечно, от него ожидаем любые суммы, но с другой стороны, активно большие суммы-то не напишите. Вы просто поможете человеку понять, что даже его, может быть, строгий вклад по его меркам, он тоже имеет значение, потому что помогать будут много людей. Так вот, подход первый. Писать примеры пожертвований в конце вашего письма перед красивой красной кнопкой пожертвовать. Есть мнение, что этого делать не надо, а эти суммы надо оставить только на сайте. И тот и другой метод работают. Пробуйте, если ваше письмо не очень длинное, может быть, ваши суммы там и поместятся. Тем более, если они вам очень дороги, если это красивые примеры, именно те суммы, которые доступны вашим читателям, вашим адресатам. Хорошо, что такие суммы, кстати, всегда иметь на готове. Я думаю, они у вас есть, да? Ну, где-то такие приемлемые суммы на вашу основную целевую аудиторию. Это очень хорошо. Но на сайте их уже очень желательно иметь. Потому что на сайте, да, люди могут прийти совершенно из разных источников и уже понимать, что даже небольшое пожертвование несколько сотен, оно тоже имеет значение. Потому что, например, про данный сайт мы много раз слышали от сторонних людей. А зачем вам деньги? У вас и так все хорошо. У вас и так такой красивый сайт. Вы там пишите, у вас куча достижений. У вас там 5000 семей в программу. Зачем вам деньги? У вас, наверное, так все прекрасно. Поэтому мы стараемся писать, что вы. Каждый набор литературы стоит новой семье 800 рублей. И мы высылаем ее обества. Потому что каждая консультация грудничка стоит там 3 950. Что консультация коллегии иногородней семьи стоит 7 750. И это реально большие деньги, которые, помноженные на количество семей, они составляют большую копеечку для нас. То есть на сайте эти суммы уже быть должны. Когда писать, и тоже мы с вами бумажечку красивую посмотрим, и вы поймете, что эти слова совершенно пустые. Лучшие дни, уже проверенные многими поколениями фондайзеров, это вторник-четверг. Понедельник, день тяжелый, как говорится. В пятницу уже хочется гулять и выходные. Вторник, среда, четверг. Такие более-менее дни спокойные для рассылок, когда люди настроены их читать. Есть мнение, что письма, которые читателям чему не обязывают, можно посылать и в пятницу. Ради бога. Нужные вагоны посылать. Я слышала мнение коллег из фонда «Нужная помощь» о том, что они посылают дальше своих писем, по-моему, за неделю, каждую субботу. Могу ошибаться, но веке точно шла о субботе утром. И они считают эту рассылку очень успешной каждый раз. Вот тоже такое мнение есть. Но если мы с вами будем писать как Митя Лешковский, я думаю, на все писем будут успешными. Митя Лешковский присылает. Вот я недавно была у них на семинаре, на начале декабря. Девушка говорила про дайджест утром в субботу. Я не помню, может быть, раз в две недели. Интересно будет удачник? Воскресенье вечера. Интересно, да, вот узнать, когда вообще-то письма фандрайзинговые или какой они носят цель. Я говорю, если они развлекательные, повествовательные, то можно хоть в час ночи посылать в понедельник. Но и на понедельник. Воскресенье вечером ваших тела будет. Хорошо. Но надо тогда нести риск того, что утром у ваших адресатов в почте будет куча таких же писем. Глазно. Будет куча всяких вот каких-то совершенно ненужных писем по работе, которые вы должны проглядеть, удалить. Куча нужного и ненужного. И где вы там затеряетесь, в начале, в конце или будете первое с краю, это вот такой риск тоже есть. Все современные мейлеры дают возможность рассылку запланировать. Даже если вы хотите отправить в воскресенье в час ночи, вы можете просто запланировать. На самом деле проблем нет никаких. Давайте пробовать. Я вам тоже покажу некоторые наши тесты. Ну, тоже интересно, есть там варианты. Лучшее время. Время, когда человек уже пришел на работу, разобрал первую, срой навалившуюся кучу дел. Как правило, это в промежутках 11-12 часов. Мы, как правило, так и посылаем письма. Либо это такой более-менее спокойный промежуток в среднем после обеда, перед концом рабочего дня. Ну, я бы сказала, даже 17-18 часов, когда основной уже рабочий запал у вас пропал, а на работе еще усидите. И есть тоже пики, когда посылают вечером уже рассчитывать на проверку в домашней почте писем. Ну, кому как удобно, надо смотреть. Мы вечером чуть не рискуем посылать, потому что как-то... И днем хорошие ответы. Опять же, если вы посылаете, вы должны понимать, кому вы посылаете, в какой базе. Если у вас ваш часовой пояс в вашей базе, то есть Москва, Московской области, наш часовой регион, это одно дело. А если у вас есть, например, рассылка на базу из Екатеринбурга, там другой часовой пояс. Если у вас есть куча доноров из Англии, там другой часовой пояс и другие вообще планы рабочего дня. То есть, когда лучшее время для них вообще будет другое. Я не знаю, какое. Наверное, начинают работать раньше, и, может быть, вообще в рабочем времени хочется читать, не будут, я не знаю. Надо это всегда учитывать. Ну, в российском фандрайзинге, в частном, есть еще лучшее число месяца. Угадайте, к чему они привязаны. Это примерно 3-5, 15-18. Если вы посылаете письмо числа 29-30 для первого-второго, вы рискуете, что человек при всем желании не сможет вам ничем помочь. Ну, увы, всем хочется кушать. У всех есть базовые потребности. Кому писать? Ну, универсальных советов я вам, к сожалению, дать не могу. Это могут быть и не ваши доноры. Я просто предлагаю вам задуматься, как вы можете поделить вашу базу. Никакой метки я вам тут особенно, к сожалению, или к счастью, не открою. Просто некоторые советы нам подумают. Кто может у вас быть? Если мы говорим о базе доноров. Могут быть у вас и благополучатели, кто угодно. Это могут быть люди, которые ни разу не делали пожертвования. И мы думаем, как с ними коммуницировать. И почему они их не делают. И давно ли они в вашей базе. Это могут быть люди, которые дают какую-то небольшую денежку, и может быть редко. А что делать с ним? Какой подход нужен к ним? Что можно им предложить? И имеет смысл им предложить списание регулярной старточки. Или не прокатить. Основная масса – это те, кто... Ваша основная масса, по большому счету, назовем их донами. Те, кто вас более-менее стабильно поддерживает, более-менее стабильно открывает ваши письма, читает, кликает. Собственно, мы уже знаем, как к ним обращаться. К ним может быть и регулярные пожертвования будут актуальные. Чем важнее ваши доноры, тем индивидуальнее будет ваши к ним письма. Понятно, что уже звездам и всяким ВИПы вы, наверное, не будете ставить массовую рассылку, а уже будете писать более-менее личные письма. Ну и почему я еще об этом говорю? Потому что люди, которые делают пожертвования в интервале от 1 тысячи до 5, назовем это условно так, и в интервале от 5 тысяч до 20, вы можете и в письме предлагать разные проекты и разные суммы для пожертвований. Потому что зачем вам донор, который дарит большие деньги, может продавать? Не знаю, русское слово, английское называется «даунгрейд». Снижать его. Это значит, что время? Я хочу, чтобы вы делали вопрос-ответ. Хорошо, да-да-да. Мы уже заседину перевалили на самом деле. Я поэтому... Повторите, пожалуйста, что время есть. То есть человек, который дает сумму от 5-9 тысяч. Ну, вы должны знать, кому вы шлете в идеале. В идеале это не просто у вас вода, адресов, которые к вам как-то пришли. Если мы говорим про донорах, вы должны в идеале их выгружать из вашей CRM, зная, какая это условно говоря кучка ваших донор. Это те, кто дает до 1000 в год, или те, кто дает 20 тысяч в год. И как вы их пишете? И вы им пишете, может быть, разные письма, может быть, о разных программах. Может быть, доноры более важной профинансируют кто-то один целую вашу программу. И вы можете уже в письме предлагать более высокие суммы пожертвований. Это то, о чем я говорила. Как их можно разделить и мотивировать. Предлагать людям то, на что они уже морально готовы. Если вы знаете, как они раньше жертвовали. Я ответила? Какие еще можно применить здесь правила? Насколько давно вы знаете человека, насколько давно он делал вам пожертвование, если мы говорим о ваших донорах? Но вы или это только человек, который недавно зашел в вашу базу, сделал первый взнос. Либо этот человек находится с вами давно. Ему вы уже можете предложить и сделать более высокое пожертвование. Ему вы можете предложить перейти на регулярные списания. Предлагать это тем, кто только-только вчера к вам пришел, и тем, кто давно вас не поддерживал, будет менее рационально. Если донор вас поддерживает, перестает, он становится так называемым неактивным. И тут уже, скажем так, не дожил, надо бы на него только вернуть. Тут мы уже тоже думаем, какие коммуникации будут более приемлемы. Совсем коротко расскажу о том, что благодарить, конечно, нужно очень быстро, в идеале, чтобы это была автоматическая благодарность за пожертвования, это тоже такая постработа, о которой мы с вами говорим. Ну и опять же, это электронные письма, которые не только фандрайзил дубу. В идеале, когда донор делает пожертвование по кредитной карте, ему в тот же момент уходит пожертвование на электронную почту. чтобы это было не руками, а именно мейлер делал автоматически. Это тоже электронное письмо, про которое мы, в частности, сегодня с вами и говорим. Благодарности бывают разные. Опять же, о чем я у себя делала? Разные для развивок, разные для ежемесячных доноров. Это тоже то, что вы должны делать, если у вас такие доноры есть. Конечно, самые массовые рассылки это так называемые регулярные информационные фандрайзинги. Это то, что мы делаем два-три раза в месяц примерно. Но есть и другие письма, которые мы не должны забывать. Это как доноры, которые могут от вас уйти. Или, может быть, благополучатели. Или другие ваши целевые категории. Важно, и главное, чтобы мы об этом задумывались с вами. Не писать одно письмо на всех без разбора. Да? Как если бы мы писали всем школьникам, вместе от первого класса до одиннадцатого, да? И в результате ваше письмо почитали бы у нескольких человек. Мы пишем немножко разные письма, немножко по-разному ориентированные на разные группы ваших адресатов. Я думаю, это очевидно. Если об этом немножко задуматься, это не очень сложно. Поздравляем с наиборождением с общепринятными праздниками. Ну, пустячок и приятно. Забота о человеке. Как оценивать эффективность? Наш вывод дает нам сам статистику по тому, сколько человек куда перешли, сколько реально сделали пожертвований. Не только по переходам, но и по самим пожертвованиям. Еще мы используем такую секретную ссылочку, которую я вот так делала о красном, ойзните, красном, о бальчиков. Она на сайте даунсайда так видна, так называемый реферер, потому что здесь есть слово реферер. Она показывает, как донор пришел на страницу пожертвованиям внутри нашего сайта, как он пришел на нее, если он пришел как раз извне, а извне это в том числе с электронных рассылок. Поэтому в каждой электронной рассылке под красной кнопочкой сделать пожертвование вы видите не просто ссылку на сайтапсвэш.орг, вы видите вот такую длинную услугу, но вы ее не видите, вы просто по ней переходите. Она вас приведет на сайт, но мы точно будем знать, что вы пришли конкретно из этой рассылки. Вы можете ссылки прицеплять к тем баннерам, которые у нас дурят партнеры на своей сайте. И мы тоже будем знать, что в конце есть уникальное слово, условно говоря, Пепсику. Значит, этот баннер висел на ресурсе компании Пепсику. Если этот хвостик, как здесь у меня написано, программа помощи сениям, значит, человек пришел на страницу пожертвования с нашей внутренней страницы, потому что это реферер, со страницы программы помощи сениям. Это уже такая, это уже качество, которое будет привязано к новым пожертвованиям. И наша CRM эту стулочку уже распознает и присваивает этим деньгам уже конкретный проект. То есть мы эти деньги уже видим, привязанные к проекту или к компоненту. Вспомогательные вам могут помочь я не слышу, это Google аналит. Но это вспомогательные, потому что они вам дадут только переходы. Откуда пришли на вашу страницу пожертвования? Конкретно, сколько было сделано взносов, вы не узнаете. Даже если узнаете, сколько человек пришло из вашей рассылки. Потому что взносы тоже переход наступает дальше. Если оценивать эффективность рассылки совсем примерно, то это получится пик первые три дня, дальше добегает хвостик примерно до 7-10 дней с момента отправки вашего киса. Но там же хвостик обычно незначительный. И очень вам советую, если даже у вас сейчас нет возможности иметь настроенную, качественную, хорошую базу данных для ваших долларов, вашей коммуникации, то есть списки рассылки хранить. Мы все время ввели такие папочки многочисленные, где в каждой папочке было название рассылки, дата, шаблон письма, список отправленных и список доставленных, чтобы когда-нибудь в хорошем будущем времени все это дело залить в нашу базу данных. Здесь я не буду долго останавливаться, это на самом деле анализ нашего 2014 года, но мы с вами поговорим о более современных вещах. Просто расскажу вам о том, о чем я начала говорить, о том, что не все рассылки в принципе фандрайзинговые. Мы несколько лет делили их в принципе на рассылки условно называемый АСК, то есть анализиков условно называемый УАЛ. То есть просто качественные информационные рассылки. Эта кнопочка там была, но по-хорошему мы знали, что мы здесь не сильно давим и просим денег у людей. Средний взнос на них был идентичный, кстати. Количество взносов на просьбы было по-два раза выше. Ну и опять же мы делали вывод, что в числе четырех самых удачных рассылок были перерасходки с вопросом в тени. Именно они были донорами открыты. Опять, это уже про сайт. Это то, к чему я вас подвожу, подвожу и подвожу. Мы с вами сейчас можем проанализировать. Мы с Марией подготовили для вас списки, скажем, аналитики по рассылке и передалась на этапу за 2017 год. Сначала 2017 года. И про это я могу открыть свою электронную почту. Мы с вами некоторые рассылки просто посмотрим проанализировать. Как анализировать, как надо должно быть. Самое универсальное правило, которое... Вы можете его одно знакомиться с сегодняшней встречи, это уже будет хорошо. Пожалуйста, подписывайтесь на все интересные рассылки. НКО, фондов российских, особенно не российских, они очень всегда красивые и качественные. Подписывайтесь особенно на рассылки и активности тех НКО, которые имеют барабежное образ. Мне, например, очень нравится всегда кликать и смотреть активность Всемирного фонда Дикой природы. Там же дикое количество способов оставить свой адрес, чтобы с вами потом связались. И посмотреть, как оно все там вот красиво отсюда вылезает. Потому что вы на самом деле там играетесь, а на самом деле люди собирают теплые адреса и ваши пожертвования. Там есть куча слов, начиная от того, как сделать оригами и серого кита. Или час земли каждый... Вот у них сейчас идет акция час земли. Можете тоже поучаствовать, посмотреть с точки зрения уже внутреннего функционала. Как вас там обработают красиво. Простите за слово. И опять же, смотреть, что вам присылают другие. Смотреть, насколько вам это нравится. Ставить себя на место доноров, на место вашей целевой аудитории. Смотреть, ага, вот тут только шрифтс ехал. Ага, я это у себя учту. Ага, вот тут картинка поехала. Так картинка вообще малоудачно на самом деле, да? Вот, или... Но не темно писать, а что это не хочется. Вот. Тестируем, тестируем все, что можно, все, о чем я говорю. Персонализацию в теме. Тестируем темы, тестируем отправки. Денег нижних это не стоит, но, может, можно погнуть на очень ценные мысли, потому что отрасль быстро развивается, и конкуренция на самом деле растет. Вот тот четырестый год, про который я вам сейчас говорила, в четырестом году, да, он сайдак, были средний опенрейт, это уровень открытия ваших писем в ТОНГ, за 30%. То есть 30-35 вообще спокойно было, 40%. Сейчас супер здорово, когда мы заходим через 20. Мы не стали хуже писать, просто конкуренция стала выше. Сейчас возьму струйте вредную бумажку. Я вам этот листик просто предлагаю анализировать на самом деле дома. Я здесь отметила в начале, ну, на самом деле, в расстройке с начала 17-го года по где-то в февраль 18-го. Я их отсортировала по столбику под названием OpenRate от меньшего к большему, то есть от самого плохого к кому-то хорошему. OpenRate это уровень открытия, то есть количество долларов, процент доноров, которые ваши письма, в принципе, открывали. И вот, когда я на это все дело смогла, я поняла, что еще раз убедилась в том, что процентов 60-70 это ваша тема, остальные процентов 40-30 это удачность момента отправки. То, что мы здесь тоже видим, это дата и время отправки, это день недели. Свокупность этих моментов дала она четыре самые неудачные рассылки, которые мы пометили, с самыми низкими показателями, из которых, кстати говоря, ну да, как раз вебинар отправлены самые неудачные дни, пятницы и понедельник. И чем ниже мы идем, тем удачнее мы видим наши рассылки, тем, на мой взгляд, интереснее тема писем в среднем. я не понимаю, почему хороший результат у рассылки по названию поздравляем с 8 марта, но он хороший. На самом деле, название мне очень нравится, их представила коллега, и большое ей спасибо. И опять же, вы видите несколько названий рассылок с названием АПТС, конечно, это внутреннее название, это наше тестирование было. Мы видим, например, что одна рассылка была протестирована во вторник, она пыталась крайне удачной, а другая рассылка была протестирована в пятницу, правда, недели раньше, и она уже была совсем не такой значной. Опять же, в первых рассылках не недели сказала, вот только в этом целом, по совокупности причин, то, что у вас отмечено красным, это рассылки, на которых низкий и опенрайт, и, как следствие, кликрейт. Кликрейт — это последний крайний столбик, это количество переходов, кликов из вашей рассылки на вашу страницу, на вашем сайте. Вот я уже сказала, обертка нашей конфеты, будем мы ее кушать или нет, это тема и удачность момента, когда вы получаете электронную рассылку, а кликрейт — это уже, извините, то, что будет внутри вашего письма, насколько оно интересное, вкусненькое, убуждающее действие. И рассылки, отмеченные уже внизу, самые зелененькие, самые позитивные, это рассылки, у которых одновременно и опенрайт хороший, то есть процент открытия высокий, и кликрейт тоже хороший. Хороший, я в данном случае считаю, опенрайт от 20% и выше, а плохим, то есть красным, меньше 15. Кликрейт мне не нравится, когда уменьшил одного процента, это красные рассылки на сами попали. в среднем хороший кликрейт, это дал два или больше процентов, то есть у нас это было 3%. На самом деле не очень плохо, но вот такова жизнь. Все течет, все изменяется. Я сейчас предлагаю нам посмотреть некоторые рассылки уже с примером нашего фонда и других коллег.